Дорогие друзья, сотрудники Соломбальской библиотеки имени Бориса Викторовича Шергина предлагают вам послушать рассказ Геннадия Черкашина «Угла». Геннадий Александрович Черкашин родился 13 сентября 1936 года в городе Севастополь. Здесь он провел свое детство и юность. Второй родиной для Черкашина стал Ленинград. Геннадий Александрович закончил Ленинградский университет, защитил диссертацию, сделал открытие в области физики. Танантливый ученый-физик писать начал еще в юношеские годы. Поле 30 лет своей жизни он посвятил литературному творчеству. Рассказ «Кукла» является одним из лучших о ленинградской блокаде. Иллюстрации книги выполнил Георгий Траугод и его сыновья Александр и Валерий. Посвящается Юлии Михайловне Лазуркиной. Сразу же после уроков девочка бежала к обезенному магазину. Она в припрыжку спускалась с крыльца, сворачивала налево, в конце квартала снова сворачивала налево. И две остановки пробегала вдоль трамвайного маршрута номер 11. Потом нужно было повернуть направо и бежать в индустановку. Здесь, на углу, находился комиссионный магазин. Но чтобы увидеть куклу в витрине, нужно было еще раз повернуть за угол. Вот на этом углу сердце ее билось особенно сильно. И было больно, не хватало воздуха. И вдруг думала она, вдруг там куклы уже нет. Однако кукла все еще была здесь. Вместе с плюшевым медвежонком. «Здрасте, Машенька! А вот я, — говорила девочка, — становилась так, чтобы кукла смотрела только на нее. Ей казалось, что, увидев ее, кукла начинала улыбаться. Девочка моргала и тоже улыбалась. «Ты соскучилась? — спрашивала она, подходя вплотную к витрине. — Ты ждала меня, а я принесла тебе книжку показать с красивыми картинками. Погоди, я сейчас ее достану из портфеля». Девочка поставила портфель на тротуар и вытащила из него книжку. Это были сказки дедушки Римуса. И девочка первым делом показала кукле красивую обложку и сказала, «Вот видишь, это братец-кролик, а вот это братец-лис. Знаешь, братец-лис хотел съесть братца-кролика, но братец-кролик был такой хитрый и такой умный, что братец-лис оказался в дураках». «Мне эта книжка очень понравилась. Очень-очень!» «Ах, Машенька! — продолжала девочка. Если бы ты только знала, как мне хочется, чтобы ты вернулась домой. Мама обещала, что она тебя вернет. Только подожди, мы только сошьем тебе новое платье из моего старого, из которого я уже выросла, и я тебе завяжу мой голубой бант». Куклу в витрине магазина девочка увидела случайно и сразу же ее узнала. Это была Маша, ее кукла, которую ей перед войной подарил дедушка-профессор. Он привез ее из Швеции, куда ездил по научным делам. Он привез специально в подарок девочке в день ее рождения. Когда дедушка дарил куклу девочке, все гости рассмеялись, потому что кукла и девочка были одного роста. Они даже спали в одной кроватке. Девочку всегда удивляло, почему Маша такая послушная. Сразу же, как только мама укладывала ее в кровать, она закрывала глаза, и мама говорила, «Вот видишь, какая Машенька умница! Видишь, она уже глазки закрыла и в кроватке не вертится, как ты, а лежит тихо-тихо и спит». Девочка рассталась с Машенькой в блокаду. Стояла холодная-холодная зима. Эта девочка помнила серебристые в красивых узорах замерзшие окна. В столовой стояла круглая железная печка-буржуйка, с изогнутой, как у самовара, трубой. Мама растапливала ее утром и вечером. Дров не было, поэтому приходилось ломать стулья, а потом их рубить на маленькие чурочки. Ах, как хорошо вспихивала огонь буржуйки, когда мама бросала в огонь свернутую жгут-то газету. Огонь в печке гадил. На конфорке закипал чайник, и так не хотелось, чтобы буржуйка остывала. И бабушка, и дедушка, и мама, и девочка, кто в пальто, кто в шубе, садились вокруг буржуйки и тянули к ней к едушечным жарам бокам руки. И тепло горячило ладошки, а еще щеки, губы и шею. А теперь будем пить чай, белая ночь, говорила мама, наливая в чашки кипяток. Один лишь кипяток, потому что заварка уже давно кончилась. И мама, когда это случилось, сказала, ну ничего, будем теперь пить чай, белая ночь. А бабушка рассмеялась и проговорила, ну и выдумщица-то белая ночь. Вполне удачное название. А ты как находишь? Спросила она у дедушки. И дедушка сказал, да, милая, новый вид чая вполне адекватен в действительности. Дедушка спросила тогда девочка, что это за слово такое непонятное? Немножко еще подрастешь и узнаешь, смеясь, сказал дедушка. Еще помнила девочка, как они с мамой ходили с санками и с ведром с бидончиком на Неву, к проруби, за водой. Она помнила, что в одном месте на проспекте на боку лежал трамвай, большой, заиндивевший, присыпанный снежком. Что это с трамваем? Спросила девочка. Он что, спит? Да, сказала мама. Он как наша соседка. Она легла спать и не проснулась. Почему наша соседка не проснулась? Спросила девочка. У нее уже не было сил проснуться, сказала мама. И она замерзла. Возле проруби было очень скользко от расплескавшейся и сразу замерзшей воды. И мама говорила, сюда надо переходить на фигурных коньках, а не ботах. Хорошо было, когда лед присыпалось свежим снегом. Тогда никто не поскальзывался и не падал. И не ронял в прорубь своего ведра. Одна бабушка уронила в прорубь свой бидончик и заплакала. И мама ей сказала, не надо плакать, вот возьмите наш. У нас дома есть еще один. Я вам непременно верну, сказала бабушка. Мы ведь еще не раз встретимся. Но девочка больше никогда не видела этой незнакомой бабушки, потому что вскоре мама, вернувшись с работы, сказала, что ей поручили вывезти из Ленинграда по ледовой дороге ребят. И что нужно немедленно готовиться в дорогу. Я возьму с собой Машу, сказала девочка. Нет, сказала мама. Маша останется дома. Девочка заплакала. Так ей не хотелось расставаться с Машей. Твоя Маша займет много места, сказала бабушка, вытирая у нее слезы. И в машине не хватит места какому-нибудь мальчику или девочке. Пусть Маша остается с нами. Нам она будет напоминать о тебе. Хорошо? Хорошо, согласилась девочка. Она запомнила ту ночь. Мокрый снег, который залетал под платок и залеплялся в глаза. Взрывы бум. Впереди. Заввание мотора. Плач какого-то мальчика. Шепот мамы. Потерпите, ребята. Уже недолго осталось. А когда мы приедем, то всех вас напоят сладким горячим чаем. А вот что было дальше, девочка не помнила. Не помнила, как они ехали в поезде, как оказались в городе Мышкин на Волге. Все это время она болела. У нее был сильный жар, воспаление легких. Весну Мышкина она уже помнила. Ледоход на Волге и жеребеночка, которого звали Гришкой. Но девочка не помнила того, что помнила мама. Она просто не могла это помнить, потому что она не знала этого. В ту первую весну Мышкине и первое лето все детдомовские ребята не могли согреться. Они все кутались летом, не расставались теплыми шапками, южились даже на санцепёке. В детдоме мама работала воспитателем. Ты знаешь, сказала она однажды девочке, в нашем детдоме очень много детей. Их папы на фронте, а мамой стали с Ленинградей. Чтобы им не было обидно, не называй меня при всех мамой. А еще лучше, вообще не называй пока меня мамой, а называй так же, как все, Екатериной Сергеевной. Хорошо? Хорошо, сказала девочка. Но часто, очень часто, потом ей казалось, что мама совсем забыла про нее. А ей хотелось плакать, глядя, как мама ее ласково гладит головки других детей, и как теперь жимается к ее маме. А чтобы не заплакать, она шла со всеми и вместе со всеми прижималась к своей маме. А когда она видела, как мама утешает кого-нибудь, кто разбил себе нос или ободрал колено, ей тоже хотелось рассадить себе колено. И она начинала носиться по двору, толкать детей. И один раз так толкнула мальчика, что тут упал и заплакал. И мама наказала ее, поставив в угол. Ах, как было обидно стоять в углу. Она стояла в углу совсем одна и не стесняясь, плакала на взрыв. Когда пришла мама, она подошла и стала рядом, положив руку ей на голову. От бабушки и дедушки уже три месяца нет писем. Наверное, они погибли. Девочка перестала плакать, упережалась к маме. Они стояли тихо-тихо, стояли и стояли. А потом мама подтолкнула ее к двери. «Иди побегай», сказал, «поиграй с ребятами». В конце лета маме пришел вызов из Горано. Ее просили вернуться в Ленинград для работы в Дворце пионеров. И они уехали, попрощавшись со всеми ребятами, половина из которых, как сказала мама, уже были круглыми сиротами. И этот детский дом в мышки не добавила мама, наверное, станет их родным домом. В Ленинград они приехали поздним вечером. «Как жаль, что кончились белые ночи», сказала мама. «Ты, наверное, не помнишь, что такое белые ночи». Маму было не узнать. Глаза ее блестели. И она делала все быстро и торопливо. У московского вокзала они сели на трамвай. И, позванивая, трамвай побежал по улицам. Потом выехал на мост. И девочка увидела Неву. Нева была черной. И не было в ней того простора, который был на Волге. Но было что-то другое. Какое-то новое волнение, новое чувство, которое стало понятным, когда мама тихо и нежно пронеслила. «Наша Нева». «Конечно же наша», подумала девочка. Несколько раз мысленно повторила. «Наши, наши». А за мостом трамвай пошел вдоль парка. Потом мимо зоопарка, как сказала мама. Мимо Петропавловской крепости, как сказала мама. А на той стороне Невы Эрмитаж, как сказала мама. А рядом Адмиралтийцев, как сказала мама. А за мостом Васильевский остров и университетская набережная. И наш университет, как сказала мама. «А вот и наша остановка», сказала мама. И они вышли и немножко прошли вперед и остановились перед большим домом. «Боже мой!» Вдруг вскрикнула мама. В наших окнах горит свет. «Неужели они живы?» Забыв о девочке, мама бросилась в подъезд, а девочка осталась на тротуаре с чемоданной сеткой. И она стояла и смотрела на эти окна, которые красиво светились на четвертом этаже. Ей казалось, что сейчас откроется окно и появится дедушка и позовет ее. Но окно не открывалось. А вот и мама вернулась и, покачав головой, сказала, что чудо не произошло и что в их квартире живут чужие, совсем чужие люди. «Идем искать дворника», сказала мама. «Может быть, дворник нам все расскажет». Но дворником работала незнакомая женщина. Она выслушала маму, потребовала паспорт, прочитала его, шевеля губами, потом кивнула. «Знаю». «Слыхивала о таких, жили тут». Профессор с женой оба в блокаду с голода померли. Похоронили, надо думать, на Пискаревке. Там все в блокаду хоронили. Новое кладбище. Только разве найдешь где, когда могилы коллективные делали? За день знаешь, сколько мерзло? «Братские могилы», сказала мама. «Во-во, они самые», кивнула дворничиха. «Они самые есть. А квартиру вашу? Ну, сколько? Ну, два. Может, три месяца больше назад квартира пустовала, большая, профессорская. Эту квартиру одной тут отдали. В блокаде не жили здесь, это уж точно. А муж ее сюда привез, когда кольцо прорвали, и поселил вместе со сродственниками. А вещи ваши перенесли на последний этаж. Там тоже комната пустовала. Пошли, откроем, новые хоромы. Дворничиха поискала ключи, нашла и, кряхтя, пошла по лестнице наверх, жалуясь, что лифт все никак не пустят. На последнем этаже лампочка не горела, и дворничиха протянула маме спички. «На, милая, посвети». Мама сожгла три спички, пока не отворилась дверь. Дворничиха пошла первой, нащупала выключатель и включила тост свет в коридоре. Комнат в квартире много, была коммунальной, но до сих пор не заселили. Да заселят. Народ стал возвращаться. Заселят. Ваши вещички в Энте две затащили. Сама видела, говорила дворничиха, провожая их в самый конец коридора. Вот сюда. И затащили солдатики. Она отворила дверь в одну комнату и зажгла свет. Потом другую. Задумчиво гляделась, покачала головой. Солдатики-то затащили, а кто-то другой повытащил. Ищи теперь. Кто? Кровать вижу. Оставили. Стол есть. Как будешь оставаться или как? Дворничиха посмотрела на маму. Мама в растерянности оглядывала по пустые комнаты. Выбитые стекла и, наверное, не знала, что ответить. Что окна выбиты, не гляди, сказала дворничиха. Пока еще лето, не застудитесь. А сходишь, жак, поплачешься. Если стекла найдут, установят. Да и что ты хочешь, дочка? Война ведь. Хорошо, сказала мама. Мы остаемся. Стекла им, конечно, не вставили. Не нашлось. Но фанеры дыры забили. Мама вместе с девочкой подмели и вымыли пол и навели в комнате и на кухню порядок. Ничего. Вещи мы с тобой, доченька, еще наживем, сказала мама. И улыбнулась. Наживем? Наживем, кумнула девочка. А крыша над головой у нас есть. Я буду работать. Так и будем жить. Да? Сказала девочка. Проживем. Ну вот и молодец, сказала мама. И поцеловала девочку в обе щеки. Как давно? Я тебя не целовала, сказала она. Мама даже отвыкла. Я тоже отвыкла, сказала девочка. Но теперь ты ведь будешь меня целовать. Только тебя и буду, сказала мама. Но ты? Мы только с тобой и остались на всем белом свете. Ты да я. Правда, у нас с тобой была большая семья. Весь детский дом был нашей семьей. А теперь только ты да я. Я да ты. Как мне верти? Очень лад, но смешно. Ага, сказала девочка. И засмеялась. Через несколько дней мама пошла на работу во дворец пионеров. А девочка 1 сентября пошла в школу. В школе девочка познакомилась с другой девочкой и пошла провожать свою новую подругу. И проходя мимо комиссионного магазина, вдруг увидела в витрине Машу. Маша, воскликнула девочка. Машенька бросилась к витрине. Да это же моя Маша, моя кукла, сказала она подруге. Она осталась ждать меня с дедушкой и бабушкой. Дедушка и бабушка умерли, а Машенька, видишь, жива. Машенька, Машенька, снова позвала на куклу. Ты меня узнаешь? Видишь, какие у нее глаза? Она меня узнала, сказала на своей подруге. Да, обрадовалась, закричала та, подпрыгивая на месте. Я сама видела, как она тебя узнала. Она глазами сделала вот так, сказала подружка и широко раскрыла глаза. Пошли, пойдем, заберем ее оттуда. Пошли, вырадовалась девочка. Они шли в магазин, подошли к прилавку и встали на цыпочки. Дяденька, продавец, сказала девочка, там у вас Машенька живет. Она осталась ждать меня с дедушкой и бабушкой, но дедушка и бабушка умерли, а Машенька, наверное, потерялась. Как подкидыш, живет теперь у вас и ждет меня. Можно я ее заберу? Продавец, маленький, точненький старичок, наклонился к ним и вытянутыми губами почесал кончик своего носа. Девочка, ты имеешь в виду ту большую куклу, которая стоит у нас в витрине, спросил он? Да, это моя Маша, сказала девочка. Дяденька, это ее кукла, сказала подружка, даже подпрыгнула, чтобы дяденька ее поверил. А в каком бы классе, спросил продавец. В первом вы выпылила подружка. Нашу учительницу зовут Ксения Ивановна, вы ее знаете? Нет, я ее не знаю, сказал продавец. Она сделала глазами вот так, сказала подружка и снова вытаращила глаза. Кто? Ксения Ивановна, удивилась продавец. Да нет, сказала подружка, кукла Маша. Мы как подошли, и она нас как увидала, как обрадовалась глазами. Вот так. Не таращи глаза, сказал продавец, что то не вылезут наружу, и то ослепнешь. Ой, пискнула подружка и закрыла глаза. Да, задумчиво придумал Сарчук и снова почесал губами кончик своего носа. Знаешь что? Наконец, сказала он, пусть ко мне придет твоя мама, я с ней поговорю. Наверное, он боится, что мальчишки на улице отнимут у тебя куклу, сказала подружка, когда они вышли из магазина. Поэтому он хочет куклу отдать твоей маме, наверное, сказала девочка. Когда вернулась мама, было уже совсем поздно, и, конечно же, магазин в такое время был закрыт. Мама, мамочка, закричала девочка, выскакивая в коридор, когда услыхала в прихожей маминой шаги. Я нашла свою Машу. Дяденька-предавец побоялся ее мне отдать и сказал, чтобы пришла ты. Давай завтра пойдем и заберем Машу. Давай пойдем утром. Неужели, обрадовалась мама. Обязательно пойдем, только не утром. Утром ты пойдешь в школу, а я на работу, но я постараюсь освободиться пораньше. В этот день девочка на уроках сидела плохо, слушала невнимательно, получила два замечания и на переменках не бегала и во дворе не гуляла, вернувшись домой. Она села у окна и стала смотреть, когда из трамвая выйдет мама. Но вот, наконец, внизу мертнул ее белый беретик. Не дожидаясь, пока мама поднимется, девочка надела свое пальтишко, из которого уже давно выросла, и в припрыжку побежала по лестнице. Пошли, пошли, мамочка, говорила она, хватая маму за руку. Вдруг магазин закроется сегодня раньше, а Машенька жена сужжет. Пошли, сказала мама, я даже домой заходить не буду. Старичок, продавец увидел их кино, он разговаривал с покупателем, показывая ему фотоаппарат ФЭД. Мама стала ходить по магазину, осматривая товары на прилавках, потом внимание привлек ее чайный сервиз, и она стала разглядывать его до тех пор, пока продавец не освободился. Он подошел и погладил девочку по голове. Стало быть, она ничего не перепутала, это действительно ее кукла, сказал он. Ее, сказала мама, мой папа привез куклу из Швеции. Да, из Швеции, сказал продавец, хорошая кукла. Мы ее оценили, сказал продавец и назвал какую-то цифру, которую девочка не запомнила, но потому как ахнула мама, она поняла, что цена очень большая. Но какое это имело значение, если куклу им вернут за так, потому что это ее кукла, а дяденька продавец такой хороший, такой добрый. В нашей практике уже бывали такие случаи, сказал продавец. Люди познавали свои вещи, как правило, это случается с теми, кто в благаду уезжал из города. Бывает так, что вещи в магазин сдали их родственники, которых они потом найти не могут. Помните ведь, как бывало, дом разбомбят, люди перебираются, кто по голову, кто в ухту, кто на лесной. Мы адрес сообщим, вот вам и пожалуйста, двойная радость. А я и подумал, а вдруг и здесь такая же история. Вот адрес человека, который нам сдал куклу. Мама прочитала адрес и покраснела. В этой квартире мы и жили, но сейчас там живут совсем другие люди. Они въехали в пустующую квартиру после блокады. Мои родители не дождались этого светлого дня. Я и сам чудом оценил, сказал чарелчок. Студень из столярного клея, отруби. Это уже деликатес. Мне ведь только 51. Неужели, ахнула мама. Последняя стадия с трофеем. Теперь никто не верит, что мне 51. Мы уехали, когда открыли ледовую, сказала мама. А эти люди въехали после прорыва. Вздохнул продавец и неодобрительно покачал головой. Простите, сказала мама, и снова покраснела. А вот этот чайный сервис голубой на второй полке, это тоже они сдали. Подождите, сейчас узнаю, сказал продавец. Он ушел внутрь магазина, а когда вернулся, тоже почесывал губами кончик своего носа. Вы угадали, сказал он. Я прям не знаю, что же делать. Мы пойдем туда, и я попрошу, чтобы они вернули девочке хотя бы куклу. Желаю успеха, сказал продавец. А я буду рад, если все обойдется. И завязана на затылке. Так в мышкине повязывали свои головы с женщиной работой на огороде. И юбка ее была подоткнута, также и босые ноги были в галошах. Вся она была какая-то высокая и очень широкая, прям великанша какая-то. Вам кого, спросила неприветливо. Нам бы хозяйку, сказала мама. А по какому делу, спросила женщина. Мы до войны жили в этой квартире. Нам нужно кое о чем с ней поговорить. Подождите здесь, сказала женщина. Она ушла, оставив их в прихожей и не появлялась минут пять. Когда она вернулась, то уже была в малиновом подбархатом халате и в туфлях на каблуках, отчего стала еще выше. У вас, наверное, очень высокий муж, сказала мама. Как раз наоборот, сказала женщина. Он мне по плечу. Но у нас очень дружная семья. Мне очень повезло в браке. Переодевшись, хозяйка говорила теперь совсем другим тоном, почти пела. Так я вас слушаю, сказала она и улыбнулась. Мы, собственно, вот по какому делу, сказала мама. Мы были в комиссионном магазине и видели там наши вещи. Нам дали адрес. Что вы имеете в виду? Спросила женщина, еще пушащая улыбаясь. Голубой сервиз и куклу. Ну что вы, засмеялась женщина, вы ошиблись. Просто совпадение. Мало ли одинаковых вещей на свете. Я вам смогу доказать, что это наши вещи, сказала мама. Поверьте, дорогая, сказала женщина. И девочка заметила, какие у нее красные накрашенные губы. Поверьте мне на слово. Я тоже смогу доказать, что сервиз был приобретен моим мужем еще до войны. Точно так же, как и кукла. Куклу он купил для девочки. И девочка выросла. И куклу я сдаю в магазин. Что здесь необычного? Нам не нужен сервиз, сказала мама. Мама, верните нам только куклу. Вот ей. Это память о моем отце. Это уже похоже на вымогательство, сказала женщина. И сдвинула брови. Но я вас пока не сержусь. Вы ошиблись. Вам кажется, что это вещи ваши. Да ничего мне не кажется, закрикнула мама. Не надо нервничать, дорогая, сказала женщина, все же так улыбаясь. Вы же знаете, что от этого портится кожа на лице. Цвет кожи я имею в виду. Но послушайте, закричала мама. Пошли, сказала девочка. Идем, мама. Ну идем же. Женщина усмехнулась. С таким воспитанием вы еще хлебнете горе. Кто же так воспитывает детей? Мне все говорили, что здесь культурные люди жили. А где эта культура? Не вижу никакой культуры. Да. Идем, дочка, сказала мама. Идем скорее. Они вышли на лестничную площадку. Мама была бледной, как молоко. У нее тряслись и руки, и губы, она шмыгала носом. Я выкуплю ее, тебе сказала мама, когда они поднимались по лестнице. Жаль. Ничего такого у нас нет, что можно было бы продать. Ночью, укладывая девочку в постель, она снова повторила. Мы выкупим ее. Подожди. Я что-нибудь придумаю. Пусть память о дедушке у тебя останется на всю жизнь. С того дня прошло много дней. Подожди пошли. Похолодало. В классе детей научили писать не только буквы, но и целые предложения. Читать бегло, считать без палочек. Девочка училась хорошо. Дома сама разогревала на электрической плитке обед, сама стирала. Мама принесла ей американские подарки, длинное пальто и туфли на деревянной подушке, которые громыхали по полу, но зато в них не промокали ноги. Маме она не напоминала о кукле, зная, что мама сама об этом помнит. С куклой она виделась каждый день, перебегая к ней после уроков. Потом так случилось, что в классе она заразилась свинкой, у нее раздулись железки и две недели она пролежала дома, рисуя специально для Маши рисунки цветными карандашами. Она рисовала себя и свою учительницу и свой класс. Она хотела эти рисунки показать Маше после выздоровления. Пока что она показывала их маме. Мама улыбалась и говорила, что рисунки очень понравятся Маше. Завтра однажды сказала мама радостным голосом, завтра я иду в магазин и Маша вернется к тебе. Весь следующий день девочка убирала в комнате. Она очень хотела, чтобы Маше у них понравилось. В ожидании она пела песенки и подходила к окну, чтобы посмотреть, не идет ли мама. И все-таки она проглядела маму. Вдруг ее шаги послышались в коридоре. Девочка замерла, дверь распахнулась и вошла мама. Она стояла на пороге и разводила руками. И девочка поняла, что мама пришла без куклы. Мы опоздали. Понурившись, мама тяжело упустилась на табурет. Мы опоздали на целую неделю, повторила она. Кто-то уже купил твою Машу. Мама не смотрела на девочку. Она сидела, не шелохнувшись, и смотрела на крышу противоположного дома. Девочка тихо подошла к ней и провела рукой при ее рано посидевшим волосам. Ничего, мама сказала девочка. Ничего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова